Добрый день, уважаемые слушатели и не только слушатели, некоторые из вас, наверное, смотрят на нас, не только слушают. Приветствую всех на наш вебинар «Бизнес-ланч. Цифровой контент без преград». Меня зовут Денис Роза, я директор общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья». И вот эта тема «Доступность», «Доступная среда» или «Универсальный дизайн» для нас – тема не новая, потому что наши организации в рамках своих проектов занимаются этим, продвигают эту тему уже много-много лет. Ну, например, даже если речь идет о школах, мы всегда понимаем тему «Доступная среда». Или рабочие места, или там трудоустройство, конечно, там тоже фигурит тема «Доступная среда». Или если речь идет о спорте, или «Доступная среда», тоже «Доступная среда». Но впервые мы, как вся Россия и весь мир, оказались в такой ситуации вместо с моей собакой замечательной, которая, если вы слышите про «Доступную среду», мало чего знает. Но мы как раз оказались в такой ситуации, где у нас впервые все самое главное, наверное, это цифровая доступность, это онлайн-доступность. И все мы работаем, все мы работаем удаленно, дети учатся сейчас удаленно, и студенты учатся удаленно, и даже спортивные занятия, и доступ сегодня удаленно, сегодня онлайн, через какие-то цифровые методики. И поэтому мы решили, и мы слышим, кстати, тоже очень много жалоб от людей, людей с инвалидностью, у кого не хватает «Доступа», и в связи с этим не могут выполнять какие-то задания, которые у них есть, которые не могут, у них затрудняется работа. И поэтому мы решили собрать такую замечательную группу экспертов, которые смогут помочь нам разобраться в этой ситуации, объяснить нам, как быть, как сделать контент более доступный. И у нас три эксперта, мы, которые, каждый из них будет выступать примерно 15 минут. После 15 минут я дам слово, ну, короче, мы откроем возможности для вопросов, хотя вы можете сейчас присылать вопросы, мы потихоньку собираем, эксперты тоже видят вот эти вопросы. Анатолий, мы вам тоже поможем с вопросами. И мы надеемся, что мы ответим на все вопросы, мы поможем всем понять, как быть в такой необычной ситуации для всех нас. Я сначала хочу представить, я не буду всех представлять, сейчас я представлю каждого человека перед его выступлением. А первый у нас выступающий – это Юлия Савера, который я рада знаю очень много лет уже, уже, наверное, больше 15 лет. Юля является старшим менеджером проектов G3 ICT. Что такое G3 ICT? Это глобальные некоммерческие организации, которые именно специализируются в области доступности ИКТ. и цифровой инклюзии. И помогает национальным правительствам и руководству разных городов по всему миру внедрить необходимые законодательства и стандарты для обеспечения доступа к современным технологиям для людей с инвалидностью и пожилых людей. Кроме того, Юля еще сертифицированная специалист по доступности. Она кандидат юридических наук. И до прихода в организацию G3 ICT она работала программным ассистентом по образованию в московском офисе ЮНЕСКО и менеджером по социальным проектам в Майкрософт-России. Вот, Юля, сейчас я вам передаю слово. Я, наверное, уйду из эфира, чтобы не мешать. И все. Юля, пожалуйста. Я очень благодарна всем, кто присоединился к этому вебинару сегодня, потому что действительно ситуация у нас необычная сложилась для кого-то более привычная, что ли, потому что я, например, уже давно работаю удаленно и не могу сказать, что испытываю сейчас какие-то сложности. Но знаю, что для многих людей это время сложное и стрессовое, и вопрос недоступности тех или иных технологий, ну, он встает остро для довольно большого контингента людей. У меня есть несколько слайдов. Я покажу их, но, разумеется, не буду их зачитывать, постараюсь вокруг них рассказывать. Мои контакты есть вот на этом слайде. Мой имейл и, собственно, веб-сайты организации G3ICT и отдельно инициативы Smart Cities for All, то есть умные города для всех, которые я занимаюсь довольно большое количество времени. Я попросила выступить первой, потому что видела свои задачи рассказать скорее о теоретических основах вопросов о цифровой инклюзии и цифровой доступности, о доступности ИКТ. И начать этот разговор, безусловно, нужно с Конвенции о правах инвалидов. Я уверена, что многие из вас с этим документом знакомы. На всякий случай напомню, что она была принята в Генеральной Ассамблее ООН в 2006 году. На сегодняшний день ратифицирована в 181 государстве. Россия ратифицировала Конвенцию в 2012 году. То есть прошло уже довольно много времени. И мы чуть позже, наверное, и я, и коллеги упомянем, насколько хорошо реализуется, внедряется эта Конвенция в Россию. И что важно для моей сферы деятельности, это то, что в этой Конвенции впервые доступность ИКТ была признана неотъемлемой частью права на доступную среду. наравне с доступностью физической среды и транспорта. Конвенция, кроме всего прочего, закрепила социальный подход к вопросу об инвалидности на контрасте с медицинским подходом. И это очень важный момент, такой переломный момент для большого количества людей и организаций во всем мире, которые представляют людей с инвалидностью. Есть две статьи в Конвенции, которые довольно важны для нас, когда мы говорим о доступности ИКТ и о цифровой доступности, в том числе доступности контента. В первую очередь, это статья 9, которая говорит о том, что, собственно, такое доступность, что это обеспечение доступа наравне с другими, как к физическому окружению, к транспорту, так и к информации и информационно-коммуникационной технологии, ИКТ. И вторая статья, статья 21, которая раскрывает эти аспекты, упоминает доступные форматы предоставления информации в доступных форматах с использованием технологий, доступные способы, методы и форматы общения, а также призывает государство побуждать как частных предпринимателей к предоставлению информации и услуг в доступных форматах, так и побуждать средства массовой информации в государстве, также предоставлять свои услуги в доступном формате. Опять же, мы еще поговорим на протяжении этого вебинара о том, что такое доступные форматы, какие они бывают. Пара слов о том, чем занимается в этой связи организация, в которой я работаю. G3ICT, как правильно сказала Денис, глобальная инициатива за инклюзивный ИКТ. Организация была создана по инициативе ООН как раз в процессе разработки этой самой конвенции. Она была создана в 2006 году и создавалась специально для того, чтобы заниматься вопросами цифровой доступности, цифровой инклюзии. Довольно много в мире есть организаций, которые занимаются вопросами физической доступности, а на тот момент доступностью ИКТ не занимался никто, и мы стали первыми в этой области. Ну, к счастью, мы не единственные, кто занимается этой темой и на международном уровне, и в различных государствах. О том, что такое цифровая инклюзия и что такое цифровая доступность, хотелось бы поговорить. Встречаются оба этих термина. Довольно часто их применяют как взаимозаменяемые, но, в принципе, можно провести такую условную грань между тем, что такое цифровая инклюзия и что такое цифровая доступность. Под цифровой инклюзией часто понимают стратегию, стратегический подход, policy, то, что называется по-английски. То есть это приверженность на государственном уровне или на уровне города, или на уровне крупного бизнеса вопросом доступности, вопросом включения максимального количества людей в информационную, коммуникационную систему, в то, чтобы максимальное количество людей могли получать информацию в удобных для них форматах. цифровая доступность это уже скорее набор конкретных приемов и технологий, которые обеспечивают вот эту самую инклюзию. Поэтому, грубо говоря, можно сказать, что цифровую инклюзию понимают как стратегию, а цифровую доступность как тактику. Что никак не преуменьшает роль одного или другого. И то, и другое важно. Без стратегий невозможно реализовывать какие-то тактические шаги, но и без реализации этих тактических шагов невозможно реализовать стратегию. Есть несколько терминов, которые употребляются достаточно активно, когда мы говорим о цифровой инклюзии или цифровой доступности. Ну, во-первых, это доступность. Мы только что о ней поговорили. Она очень неплохо описана в девятой статье о конвенции. Доступность ИКТ или цифровая доступность. Что это такое? Это то качество технологий, того, что мы называем мейнстрим технологиями. То есть технологии, которыми мы пользуемся каждый день. Смартфоны, телефоны, ноутбуки, компьютеры, информационные киоски, там, где они есть. Программные обеспечения, приложения мобильные, при котором все эти технологии или технологические решения могут быть использованы самым широким кругом пользователей, вне зависимости от их возможных ограничений. В этой связи очень часто используется термин универсальный дизайн. очень я хорошо отношусь к этому термину, очень его люблю, очень люблю концепцию, которая заложена в этот термин, который, собственно, означает такой дизайн предметов, обстановки, программ, услуг, приложений и так далее, который делает их максимально пригодными для использования всеми людьми, без исключения, без необходимости дополнительной адаптации. Понятно, что не всегда это возможно, поэтому концепция универсального дизайна ни в коем случае не отменяет концепцию системных технологий, которые позволяют либо поддерживать на определенном уровне или повышать функциональность возможностей и функциональные возможности и автономность, независимость людей. Мы все с вами знаем, что многие технологии, которые появлялись и появляются и активно сейчас используются всеми нами, широким кругом людей, появлялись когда-то именно как технологии, ориентированные на людей с определенным видом инвалидности. Сейчас так мы все активно используем то, что называется text-to-speech, то есть текст в речь и речь в текст. И та, и другая технологии очень популярны, особенно при общении в мессенджерах, в различных социальных сетях. Стало людям лень писать довольно часто и легче что-то надиктовать и ровно в обратную сторону это тоже действует для определенного круга пользователей. Тактильная разметка. Когда-то понятно, что ее вводили с определенной целью для определенного круга людей, но сейчас она удобна всем. Например, появилась совершенно неожиданная аудитория, которая пользуется тактильной разметкой. Это, например, люди, которые, упершись в телефон, идут куда-то по своим делам, не обращая внимания ни на что, что находится вокруг них. Это, конечно, не скажу, что пример ИКТ непосредственно и использования ИКТ для доступности, но это пример того, как технологии, когда-то внедренные для определенного круга людей, становятся удобными и успешно использованы широким кругом людей. Есть ли обратный случай? Собственно, когда мы говорим о миниверсальном дизайне, мы бы хотели, чтобы этот обратный случай действовал более широко и более часто применялся. Например, при создании физической доступной среды, чтобы учитывались интересы всех пользователей. Например, при строительстве, ну, скажем, лестницы учитывалось то, что она может быть так сдизайнирована, чтобы ей можно было пользоваться и людям на коляске, и мамам с колясками, и людям, у которых сумка-коляска, не только тем, кто может спокойно подняться по лестнице. Еще один пример, уже больше относящийся к ИКТ, это, собственно, электронные помощники всевозможные. Сири, Алиса, Картана, все, чем мы с вами сегодня пользуемся, пользуемся довольно активно, также создавалась изначально как технология для людей с определенными ограничениями. Перейду к следующему слайду. Ну, здесь, наверное, достаточно все просто. цифровую доступность и цифровую инклюзию регламентируют несколько категорий документов. Первое, это, разумеется, международные договоры, и в первую очередь мы говорим о конвенции о правах инвалидов. Второе, это международные стандарты, и это очень важный аспект, потому что реализовать даже конвенцию, не имея стандартов, очень сложно, потому что и государством, и правительством, и разработчикам технологий требуется понять, что такое цифровая доступность, что такое цифровая инклюзия, что требуется от них, как сделать так, чтобы то, что они разрабатывают, было доступным. Для этого создаются на разном уровне стандарты, самые известные в этой сфере, это стандарт W3C, World Wide Web Consortium, мы про этот документ, про тот стандарт, который разработали, о ней еще поговорим, ITU, по-русски эта аббревиатура звучит как MSE, Международный Союз Электросвязи, и стандарт известный ISO, довольно активно применяющийся в самых разных индустриях. Ну и третья группа, это, разумеется, национальное законодательство и национальные стандарты, я их тоже включаю сюда. Любая международная конвенция реализовывается на уровне государства путем внесения изменений в национальное законодательство или разработки нового законодательства для реализации этой конвенции. От этого не уйти, и этот этап очень важный. Какие существуют стандарты цифровой доступности на сегодняшний день? Первый как раз разработан той самой организацией, о которой я только что говорила, World Wide Web Consortium W3C, и он называется Web Content Accessibility Guidelines, то есть руководство по доступности веб-контента. Очень важный документ, он не является обязательным, к сожалению, но он очень подробно описывает, как обеспечить доступность веб-контента. Сейчас действует версия 2.1 2018 года, и для многих государств при разработке их национальных стандартов, этот документ является основным, на него ориентируется. Второй стандарт европейский, ну, нет, извините, второй международный, ISO, но он был основан на предыдущей версии стандарта по Web Accessibility, по доступности веб-контента. третий стандарт здесь на слайде, он как раз европейский, он был создан в коллаборации несколькими европейскими агентствами по стандартизации, и он в первую очередь адресован государственным органам, муниципальным органам на те случаи, когда они занимаются закупками ИКТ, закупками технологий. Они должны им руководствоваться. Следующий стандарт, национальный стандарт, он действует в США. Это отдельная секция в законе, но она имеет огромное значение, потому что эта секция описывает конкретные требования к доступности контента, и требования эти достаточно жесткие к исполнению, то есть их неисполнение может привести к судебным искам против тех, скажем, государственных органов, которые по какой-то причине не сделали контент, веб-контент доступным. Еще один, который не могу не упомянуть, стандарт, это только что вступивший в силу стандарт российский, ГОСТ, об этом говорить буду не я, об этом будет говорить Анатолий, как руководитель рабочей группы, благодаря которой этот стандарт появился, но я, честно говоря, очень рада сегодня упомянуть о том, что это случилось, потому что без национального стандарта, даже если он не является обязательно, продвинуться дальше сложно. В этом стандарте описаны конкретные подходы, что и как нужно делать, чтобы обеспечить доступность контента. Анатолий расскажет, я уверена, гораздо подробнее. Ну и наконец, два слова о том, собственно, в каких сферах нам нужно обеспечить доступность контента, где нужна доступность ИКТ, доступность информации, доступность технологий. Ну, в первую очередь, особенно то, что сейчас выходит на первый план, это государственные услуги. Мы довольно долго по привычке получали эти государственные услуги очно, в то время, как, в принципе, сайт госуслуг действует уже давно и довольно много усилий, например, в России применяется к тому, чтобы делать эти услуги доступными и в онлайн. Но, опять же, коллеги больше об этом расскажут. Городские услуги, то, что сейчас особенно нам важно и актуально, вот, когда что-то происходит, доносится ли вся информация о доступных услугах для всех жителей города в нужном объеме, учитывая, что во всем мире порядка 15% людей имеют ту или иную форму инвалидности, возможно, им нужен другой формат вынесения информации. Используется он или нет? Это всегда большой вопрос. Должен? Безусловно. Делается это или нет? Вопрос, мы его еще обсудим. Транспорт, правосудие, доступ к правосудию, образование. Все эти сперы, безусловно, очень важны для каждого из нас, для каждого жителя, включая те самые 15%, у которых есть та или иная форма инвалидности. Правосудие сейчас довольно активно переходит к цифровому формату от до онлайн рассмотрения дел. И очень важно бесконечно важно для каждого пользователя, особенно для человека с инвалидностью, получить полный доступ и к информации, и к самому, собственно, судебному, например, заседанию, если оно проходит в онлайн формате. Я на этом остановлюсь. Это базовые вещи. Я уверена, что Анатолий Станислав расскажет гораздо подробнее, что происходит в России и с какими трудностями приходится бороться людям с определенными формами инвалидности. Я видела, что есть вопросы, но, как скажет Денис, сейчас или позже? Лучше сейчас ответить на вопросы. По крайней мере, я сейчас даю пять минут на вопросы, а потом уже переходим тогда к Анатолию. Но там была одна из первых, что я заметила, связана с людьми, которые имеют особенности развития, реабилитации, нарушения. Короче, что для них, если там использование мессенджера или как упрощать, ну, чтобы упростить информацию, чтобы удобно было им вот это использовать, что можно делать. И, естественно, в основном интересует, что на русском языке есть. Это вот от Юли, У меня почему-то пропадает. От Юли, да, вопрос был? Да, да, да. Есть вот эта вот концепция easy to read, то есть концепция внедрения простых для понимания текстов, текстов с пиктограммами. Она, в принципе, ведь тоже пришла отчасти из-за того, что мы любим упрощать сейчас все. Те же мессенджеры мы упрощаем. Мы пишем, короче, мы используем смайлики, чтобы вот эти вот своего рода пиктограммы, чтобы отобразить там эмоции или какую-то вещь заменить на картинку этой вещи. Поэтому каких-то специальных мессенджеров, упрощенных мессенджеров я такого не видела, я с таким не встречалась, но я вижу, что уже существующие системы довольно гибки к тому, чтобы их использовали люди с различными ограничениями. Навигация упрощается. Фейсбук недавно, не знаю, обратили ли внимание, ввел новую версию, более простую, более визуальную, что ли. И это тренд, тренд на упрощение. и он для меня, например, не так важен, потому что я могу контент в разных форматах воспринимать. Для кого-то другого это будет более важно, потому что ему будет проще воспринимать контент. Но вот так, чтобы какие-то применялись специальные решения в России на русском языке, какие-то отдельные разработки на русском языке. Я, Юля, честно скажу, я пока не встречала такого. Я очень рада сейчас представить. Извини, Денис, очень короткий один вопрос, я на него очень быстро отвечу. Есть ли движение в сторону придания обязательного характера в ЦАГ-2.1? Нет. Короткий вопрос, короткий вопрос, короткий ответ. Это руководство изначально создавалось на волонтерских началах некоммерческой организации и у них, к сожалению, достаточного статуса, чтобы сделать где-либо это обязательным. Когда предыдущую версию включили в рамки ИСО, то есть ИСО было основано на предыдущей версии, это приобрело большую правовую силу, хотя и ИСО не являются обязательными. К сожалению, большинство стандартов, особенно стандартов на международном уровне обязательными не являются. В редких случаях государство само внедряет обязательную силу стандартов, например, в Израиле законодательство, которое требует полной доступности веб-сайтов, приложений, всего, что выходит на публику, на широкую публику. Законодательство это относится не только к государственным органам, но к любым организациям, к любым компаниям. То есть у любой компании, у которой есть публичный веб-сайт или публичное приложение, они обязаны делать его доступным. Но это редкий случай. Спасибо, Юль. Короче, переходим дальше к Анатолию Папко. Анатолий начальник отдела соцкультурных проектов и программ в Государственном музее культурном центре интеграции имени Островского и руководитель проекта «Диалог в темноте». И он один из авторов действующей версии национального стандарта по доступности цифрового контента. И еще, наверное, это просто вкратце, что я рассказывала про Анатолию, потому что Анатолий, конечно, везде и во многих робочих группах и так далее большой эксперт. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Мы сегодня не увидим, но зато мы услышим очень хорошо Анатолия. И я сейчас передаю слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, Денис. Спасибо огромное за приглашение и возможность поговорить на вот эту очень важную для меня лично и для многих моих друзей, знакомых, родственников тему цифровой доступности. вот то, что, то, о чем только что говорила Юлия, это такой взгляд на вопрос цифровой доступности с высоты птичьего полета, скажем так, да, с высоты международного сообщества, тех документов, которые регулируются, которые регулируют, пытаются регулировать или даже регламентировать эту сферу, да, и это очень важный уровень. Я в своем выступлении 15-ти минутам, я постараюсь уложиться, хочу предложить и себе, и вам несколько вопросов. И вот первый вопрос, который, с которого логично было бы сейчас начать, продолжая вот эту, продолжая ту тему, которую начала Юлия, это, конечно, ГОСТ, национальный стандарт Российской Федерации по доступности цифрового контента. Это его короткое название, а длинное сейчас я тоже воспроизведу. Я понимаю, что лучше было бы, если бы была презентация, но его найти, в общем, этот стандарт труда не составит. Он вступил в силу 1 апреля 2020 года, как сейчас помню, это была среда. Вот. Этой среды мы ждали довольно долго, ну вот, и она случилась меньше месяца назад. Итак, официальное название. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52 872 тире 2019 интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложение для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требование доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Длинное название, как мы любим, да, в нашей, значит, нормативно-правовой системе Российской Федерации. Понятно, в основном, тут только предлоги, да, и отдельные такие слова. Но вот для краткости этот стандарт и называют стандарт по доступности цифрового контента. Значит, буквально пару слов скажу о том, как он принимался. Когда мы говорим, что вот Анатолий Попко один из авторов, да, здесь надо понимать, что мыслей, которые туда заложил Анатолий Попко, или нет совсем, или нет почти. Потому что содержание этого стандарта это Web Content Accessibility Guidelines 2.1. То есть вот этот международный стандарт, это ведущий один из трех документов, регламентирующих доступность веб-контента на международном уровне, вот он был переложен в наше российское законодательство. То есть есть некоторые возможные претензии к переводу, к формулировкам, и вот за это все как раз можно, ну и наверное даже нужно и полезно пинать меня в первую очередь, как вот инициаторы перевода, инициаторы всей этой работы, одного из руководителей этой рабочей группы, но содержание, вот оно, мы старались его приблизить, то есть не приблизить, а просто взяли WCAG, да, как его называют наши заокеанские друзья, 2.1 и переложили, перевели на русский язык, сделав соответствующие сноски на действующие нормативно-правовые документы, ну и написав введение там, ну еще кое-какие еще концептуальные посылки добавив туда. и что очень важно, что работой над этим стандартом занимались как раз, ну основная часть работы легла на плечи представителей сообщества людей с инвалидностью, авторов всего, ну вот тех, кто активно, активную работу по вот созданию этого стандарта вел 6 человек, из них четверо это тотально незрячие люди, вот ваш покорный плуга Владимир Довыденков, Анатолий Камынин и Александр Зеленов и это люди, которые максимально, во-первых, зависят, сами зависят от доступности цифрового контента, а во-вторых, ну обладают довольно высоким уровнем квалификации в тех вопросах, о которых вот мы сейчас говорим. Это стандарт, который во многом делали слепые для слепух. Ну, я здесь не хочу ущемить коллег с инвалидностью с другими нозологиями, но идея здесь вот такая есть, да. Конечно, стандарт касается цифровой доступности вообще, он не только про незрячих, вот, но и про другие категории инвалидности, он охватывает все категории инвалидности. И еще два человека, это представители Банка России, то есть нашего регулятора, это Юрий Анатольевич Бажор и Виктория Валерьевна Рудницкая, это сотрудники Банка России. Мы, если успеем, об этом поговорим, но сейчас самое интересное в сфере цифровой доступности в Российской Федерации случается именно в банковской финансовой сфере. И это заслуга конкретно Банка России и его председателя и ведущего нашего банка, это Сбербанк России и Германовский Узгриев. Вот эти два института и эти два человека, их неравнодушные отношения очень сильно толкает вопрос цифровой доступности вперед. И это нельзя об этом не отметить, конечно, то есть нельзя это не упомянуть. Заканчивая разговор о стандарте, что в нем есть? В нем есть концепции, принципы, положения того, что такое цифровая доступность. Стандарт дает ответ на этот вопрос, что такое цифровая доступность, как ее померять, вот, вот что делает стандарт. А что в нем нет? В нем нет конкретных указаний на то, как работать программисту, как ему имеет тот или иной элемент управления, тот или иной веб-сайт, тот или иной какой-то интерфейс мобильного приложения, что ему надо написать в коде, чтобы все было хорошо. Ответа на этот вопрос в этом стандарте нет и, естественно, быть не может, потому что стандарт, он не регламентирует методику, он не рассказывает, как сделать доступным. Он всего лишь обозначает, что такое доступно, а что такое недоступно. вот его смысл. Все остальные усилия по тому, как именно обеспечить доступность цифровую, какие технологии использовать, какие параметры указывать, какие инструменты валидации контента применять, и это все остается на усмотрении разработчика. Это его ответственность и его творческая мысль. вот. То есть вот этот стандарт сейчас есть, и он в равной степени этот стандарт относится к цифровому контенту вообще. Он касается сайтов с любым контентом. Он одинаково применим к сайтам органов государственной власти, к сайтам образовательных учреждений, к приложениям компаний, которые занимаются доставкой товаров и услуг, к маленькому портальчику любителей аквариумных рыбок. Вот в полной мере он охватывает все темы, мыслимые темы, потому что он касается не какой-то конкретной сферы, образования, спорта, культуры или еще чего-то. Он касается цифрового контента вообще, любого цифрового контента. Это очень важно. Вот. Теперь давайте вот этот кусочек мы подведем под ним черту, это что касается стандарта, что он сейчас собой представляет. Вопрос, которым я задаюсь номер два, да, это каково сейчас состояние дел в России. Вот когда мы говорим о цифровой доступности на уровне страновом, да, то понятно, что ну, немножко теряем мы фокус, да, мы не понимаем, что, ну, недоступно, о чем речь. Приведу несколько примеров. Первое, мне вчера надо было совершить поездку, мне надо было выйти из дома, соответственно, доехать до нужного мне места и сделать там какие-то свои дела. Сейчас у нас идет, ну, вот, мы имеем ситуацию с самоизоляцией, для того, чтобы выйти, мне нужно получить цифровой пропуск. Для этого мне, как один из возможных вариантов, нужно воспользоваться сайтом госуслуги. Я не смог получить пропуск самостоятельно, и это совсем не потому, что я плохо владею современными адаптивными технологиями или информационными технологиями. Я не могу воспользоваться этой услугой ровно потому, что сайт госуслуги.ру имеет существенные провалы доступности. Слава Богу, был предложен, кем? Московским правительством, был предложен второй канал получения цифрового пропуска, телефон. Я смог дозвониться по телефону, пообщаться с оператором и получить такие, эту последовательность буквы на цифровую из 16 символов. Но понятно, что обслуживание клиента при помощи колл-центра сильно дороже, чем его, ну, вот, возможно, чем использование сайта. Да, то есть, в итоге задача была решена, но решена неэффективно. Ну, я, мне в очередной раз мое любимое государство напомнило, что вообще-то, говоря, я инвалид. Вот. Дальше мне нужно было выйти и заказать такси. Знаете, сервисы, мобильные приложения для заказа такси имеют существенные провалы доступности. Я в итоге такси заказал, но я не могу в приложении Яндекс.Такси при помощи программы экранного доступа VoiceOver под iOS изменить класс своей поездки. Ну, в итоге я поехал на такси комфорт, класса комфорт, что было очень удобно и прекрасно, только существенно дороже, чем, ну, то, что я, ну, я мог бы себе позволить. Не то, чтобы это были последние мои деньги, нет, но я хотел бы иметь возможность самостоятельно определять, сколько я буду платить за ту или иную услугу. И меня очень расстраивает и раздражает ситуация, при которой я вынужден платить больше, чем люди, которые не имеют ограничений по зрению. Вот то, что я плачу больше, это и есть нарушение моих прав. Да? Соответственно, дальше это мы поговорили про такси с вами, да? Давайте теперь немножечко поговорим про другие важные вопросы. Например, сейчас мы все, ну, то есть, дойти до магазина это, в общем и целом, некоторая непростая задача, как работают службы доставки еды. Да? Вот очень интересный обзор составила жена моего брата Анна Попко. Я хотел буквально несколько выдержек оттуда зачитать. Я не буду вас сильно грузить, но зачитаю просто несколько итогов. Сбермаркет является полностью недоступным. Большинство элементов абсолютно не подписаны. Программа экранного доступа произносит только кнопка или изображение. Говорит на русском языке. Ну, спасибо. Перекресток практически недоступен. Интуитивно можно разобраться с меню. Произносит перекресток. Да, практически недоступно. Все правильно. Не хотелось бы никого обидеть. Произносит все элементы. Некорректно работают жесты. Невозможно перейти в корзину и вернуться на экран назад. Яндекс. Еда. Интерфейс приложения в целом доступен хорошо. Но есть несколько блокеров. Блокер это такая функция, которая не позволяет в итоге сделать то, что нужно. То есть, это такой критический провал доступности. невозможно указать количество товара и заполнить адрес доставки. Четвертое. Метро приложение доступно. Почти все необходимые элементы озвучиваются. Да, есть. Так, 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 и еще буквально одну минуточку, все поля озвучиваются. ага, нет, на экране, извините, значит, при оформлении заказа озвучиваются не все поля и это не позволяет сделать заказ. Мы сейчас говорим про мобильные приложения на платформе iOS. Окей, приложение доступно, почти все необходимые элементы подписаны на русском и английском языке. Получилось самостоятельно сделать заказ при условии ранее введенных данных получателя и адреса. Утконос приложение, есть возможность в корзину заказ сделать не удается, так как на экране оформления заказа не все поля подписаны. Вот я обращаю ваше внимание, да, сколько сил и времени, да, и в какой ситуации незрячий человек понимает, да, что он не может сделать заказ, так как на экране оформления подписаны не все поля. То есть уже потрачено довольно много времени на изучение других приложений, на то, чтобы в этом приложении подобрать себе товары, и потом в итоге человек сталкивается с тем, что он просто не может оформить заказ. Это означает, что незрячий пользователь не может заказать себе еду, просто не может. Точка. и такой же примерно перечень магазинов и приложений есть под Android, и там тоже не все здорово. И вот это то, как дело обстоит сейчас. Вот реально мы сейчас в апреле 2020 года имеем вот все эти проблемы. Причем такая же история примерно такая же история касается сферы финансовых услуг. Вот давайте мы с магазинов переключимся на финансы, на деньги. Я уже упоминал о том, что есть Банк России и есть Сбербанк. Это два больших молодца. Мне не будет стыдно это говорить. Я буду говорить это на каждом удобном случае, потому что от решения вот этих вопросов финансовых зависит то, смогу ли я пользоваться своими деньгами. И точно так же легко я буду приводить примеры тех финансовых учреждений, у которых аккуратно выражаясь, пока не дошли до повышения цифровой доступности своих каналов дистанционного банковского обслуживания и, соответственно, которые не могут обеспечить мне сколько-нибудь приемлемый уровень сервиса. ВТБ онлайн один из крупнейших банков. Во-первых, этот банк, это финансовое учреждение является эмитентом социальной картой. Социальную карту получают люди с инвалидностью, люди в Москве, жители Москвы, Московской области, банк ВТБ выпускает эти карты. И мобильное приложение под АЮС ВТБ, вот банка ВТБ является абсолютно недоступным. Это первая мысль. Вторая мысль сейчас, учреждения государственного сектора, школы, поликлиники и все прочее, в некотором смысле стимулируют использование зарплатных проектов этого самого банка ВТБ. То есть, опять же, бюджетники становятся вынуждены использовать ВТБ. Ну, понятно, что есть обходные пути, понятно одно, понятно другое, если упереться, то можно попадаться со своим работодателем и все прочее. Но в результате что получается? Что массажист в поликлинике получает зарплату на счет в банке ВТБ и он не может распорядиться своими деньгами. Просто он не может сделать перевод, потому что мобильное приложение, там кнопки не подписаны. У него деньги есть, а заплатить ими невозможно. И вот это очень острая и болезненная проблема. Завершая уже свою вот эту пламенную речь, я еще расскажу про вот болезненные другие моменты. Это, соответственно, сфера корпоративного, вот корпоративный сектор. Те приложения, которые разрабатывают наши с вами вот, ну, разрабатывают российские разработчики, простите за тавтологию. Наиболее краточный пример это компания 1С и Bitrix24. А Bitrix24 это система, которая позволяет вести онлайн вот, ну, учет задач, календари и корпоративные и прочие задачи. И вот там есть очень существенные провалы доступности. И разговор с руководителем вот 1С Bitrix с Сергеем Рыжиковым не приводит к тому, что компания говорит, да, мы займемся вопросами доступности. А компания говорит, нет, вас, слепых, мало, вы, слепые, это не наш кейс, и нам, в общем, все равно, как бы, да, что у нас не будет тех 50 пользователей, которые, значит, незрячие. Что это означает на практике для незрячих людей, вот, коллег? Если учреждение переходит на использование сервиса Bitrix24, то его незрячие сотрудники остаются за бортом информационных потоков, потому что они не могут использовать корпоративный инструмент, тот, который использует эта компания. И вот я хочу поставить, так сказать, вот, закончить свое выступление на чем? Почему так происходит? Вот почему так происходит и что с этим делать? Это вопрос, который, мне кажется, в той или иной степени касается, ну, всех людей, которые пришли сегодня на этот вебинар. И мне бы, конечно, было бы очень интересно послушать мнение ваши, уважаемые участники Круглого стола и, соответственно, ну, наши беседы и зрители тоже. Спасибо огромное. Огромное спасибо, Анатолий. Здесь было несколько вопросов. Юля уже начала отвечать на один вопрос. Мне кажется, я все-таки сейчас озвучу. Если существуют какие-то организации, вот, мнение одного человека, Максима, что тогда должна быть какая-то, ну, организация, которая рассказывает, как поступить, как сделать доступным, как менять. Вот если этого нет, если только рекомендации есть, если в стандартах этого нет, конкретных примеров, как быть с этим? Или есть такие организации, которые конкретно могут сказать, что изменить, что делать, ну, сказать, допустим, программисту, дизайнеру или еще кому-то? Значит, в странах развитого капитализма эту задачу выполняют компании, которые занимаются консалтингом в сфере аудита. Доступность – это такая же сфера, как и любая другая. Если вы хотите сделать, если разработчик хочет сделать свое приложение доступным, и он сам не умеет это делать, значит, он нанимает человека, который ему это делает, или организацию, или компанию, и платит за это деньги. Если строитель не знает, как делать лестницу, значит, ему эту лестницу делают те люди, которые знают и умеют, как это вот делать. Конечно, есть и другие варианты. На мой взгляд, на мой взгляд, субъективный, очень было бы хорошо, если бы такие решения, конкретные решения методические той или иной, тех или иных ситуаций в сфере доступности были бы в открытом доступе. То есть, если бы была библиотека решений, и это бы сильно упростило жизнь. Кто должен эту библиотеку делать? Не знаю. На мой взгляд, это одна из задач, которой мог бы, могла бы, должна бы заниматься общественная организация, которая отстаивает интегрессы людей с инвалидностью по зрению. В России такая организация есть. Это Всероссийское общество слепых. Но, к сожалению, в сколько-нибудь конструктивной активности в этом отношении незаметно пока. Незаметно. И это то, что наносит ущерб, в общем, много кому. Ну, вот конкретных хороших ответов у меня, конечно, нет на этот счет. Денис, можно я дополню буквально на секундочку? Я тоже комментировала про компании, которые занимаются аудитом. Тут мы с Анатолием on the same page, что называется. Разделяем точку зрения. А что касается библиотеки решений, то на международном уровне, конечно, такие решения существуют. Есть международная ассоциация профессионалов в области доступности. И это такое очень-очень хорошее место для тех, кто занимается вопросами доступности, где можно найти много полезной информации. Если ты чего-то не знаешь, то можно и спросить у тех, кто занимается какими-то конкретными элементами доступности, конкретными техническими решениями. Но я согласна с тем, что, к сожалению, на русском языке и для российских специалистов пока таких площадок нет. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы они были. Ну и опять же, буквально еще пять копеек. Если какая-то компания не знает и не умеет решать вопросы доступности, она нанимает специалистов, которым поручает изучение этого вопроса. И здесь огромный потенциал для трудоустройства людей с инвалидностью, с тяжелыми формами инвалидности. Это тот путь, который для себя выбрал Сбербанк. И я надеюсь, что его примеру последуют еще многие другие организации и учреждения. Это тот путь, которым идет компания Apple, компания Microsoft, компания Google, все компании, которые создают в своей структуре так называемые accessibility teams, и они зовут туда слепых и слабовидящих специалистов очень высокой квалификации. Они стимулируют их обучение, их освоение современных технологий. И эти люди занимаются обеспечением доступности всех услуг и сервисов. Это тот путь, к которым надо идти. Спасибо, Анатолий. Сейчас есть один вопрос, как раз и связан и с трудоустройством. Анатолий, спасибо. Это Юлия Евсюкова. Вчера более двух часов она проводила плату онлайн. Как раз хотела уточнить про Bittrex24. Какие же языки программирования платформы доступны для соискателей с инвалидностью по зрению? На какие вакансии могут реагировать незрячие? Ну, может быть, кроме того, что уже сейчас сказали. Ну, потому что здесь мы тоже часто мы занимаемся трудоустройством людей с МВ-11, как раз Юля один из наших сотрудников в Питере. И мы часто сталкиваемся с тем, что вроде бы все по всем квалификациям подходит человек, но очень большое опасение с тем, как сделать внутри свою всю эту систему свою доступно для незрячих сотрудников. Потому что все компании все по-разному и как это сделать. Ну, вот я так поняла, что отчасти вопрос вот это. Если вы можете прокомментировать, пожалуйста, или... Очень коротко постараюсь. Как сделать те инструменты цифровые, которыми пользуется компания, доступными для людей с инвалидностью? Первое. Нанять в свой штат людей с инвалидностью и поручить им работу. Второе. Выделить сотрудников в своем отделе IT, информационных технологий, которые занимаются цифровыми инструментами, и поручить тех проблем доступности, которые возникают у незрячих сотрудников. Ну, соответственно, третье. Поставить эти вопросы, дать им приоритет и решать их просто планомерно. Брать и делать. Другого пути здесь я не вижу. Я надеюсь, что тогда Юля, мы ответили на... Анатолий ответил на ваш вопрос. Мы тогда переходим дальше, но в конце можем к этому вернуться. Даже есть тоже предложение делиться своим опытом. Это Сергей Разумов из Rocket Bank. Не знаю, если будет время в конце, если нет, тогда можно организовать в какой-то момент еще один такой вебинар. Но сейчас я хочу передать спасибо Анатолию. Я хочу передать слово Станиславу Иванову. Он кандидат на пост президента ВОК. Мы с Таниславом знакомы много лет. Он как раз с 2010 по 2020 вице-президент ВОК и с 2018 по 2020 год исполняющий обязанности президент ВОК. Он также избран в Совет уже с 2019 года до 2023 года Совет Всемирной Организации Глухих, вице-президент Общероссийской Спортивной Федерации Спорта Глухих и член исполкома Сордо-Олимпийского комитета Россия. Всем добрый день. Всех раз видеть. Очень отрадно, что я уже видел по наличию Сордо-Переводчика. Очень все понятно, все информировано. Я бы хотел сейчас затронуть тему, она сейчас везде повсеместная, это тема коронавируса. и вот эта ситуация связанная с пандемией, с коронавирусом выявила все проблемы, с которыми обнаживались те проблемы, с которыми столкнулись большая армия глухих инвалидов по шоку у нашей страны. Да и не только у нашей страны, а по всему миру. И я, как клен Совета Всемирной Федерации Глухих, мы постоянно на связи, вырабатываем рекомендации странам для того, чтобы как-то облегчить период пандемии жизнь граждан с нарушением слуха. Я затронусь на острых проблем, с которыми мы столкнулись в период пандемии, но это проблемы не сиюминутные, мы неоднократно эту проблему поднимали, не только сейчас, у нас более остра эта проблема стала резонансом, очень много недовольных, очень много оклицев, очень много таких бодоразных общества в связи с тем, что для глухих людей не было фронтовой доступности. В чем она выражается? Я настаточусь на многих моментах. Первое это вызов экстренных служб 1.1.2. Это мы неоднократно поднимали этот вопрос, потому что для глухих граждан вызовы службы экстренных служб споры помощи, кто сейчас очень актуальны, полиции, прожарные, оно сейчас недоступно для глухих. Это вызывать надо только под средством голоса, естественно, если рядом с глухим есть родственники или сосед, то можно вызвать, если он один и один со своей проблемой, естественно, ему вызвать экстренные службы невозможно. И системы экстренных служб сейчас в России нет. Это таковое. Было поручение правительства Российской Федерации на этот счет, поручение Министерства Связи, Министерства Труда и поработать с вопросом. И два года этот вопрос провадить и до сих пор этот вопрос пока не решен. Слава Богу, есть действительные службы на базе регионального соединения ВОК, но они, понятно, работают только в дневное время, а помощь нужна круглосуточная и, естественно, должна ждать постоянно. Это первый момент, и слава Богу, мы совместно с Молодой Гвардой Единой России отписывались на нашу просьбу, и мы организовали такую горячую линию для пожилых наших глухих грауден, которые самые уязвимые категории людей, которые действительно очень сложно вызвать, купить продукты, воспользоваться удаленным сервисом, доставить продукты и так далее. И эта служба молодой Гвардии, диспетчер службы, она находится в Москве посредством текстового сообщения, ватсапом, а можно посредством обратиться с помощью жестового языка, отправить видео на штаб Молодой Гвардии Единой России, и они направляют волонтеров домой к ветеранам, пожилым людям, но волонтер, он не кислород вычислить, он идет со своим телефоном, и с помощью удаленного трудоперевода, удаленного трудоперевода, они общаются между собой по поводу что нужно какую-то помощь оказать, удаленный трудоперевод. Я хотел закрыть на удаленном трудопереводе, в настоящий момент, действительно, переводчики услуги, которые мы оказываем в стратегическом обществе ТУКИЧ, оно прописано только при выделяются государственные деньги в виде по месту посещения, но документы не регламентированы, нормативны системы отчетности, системы по поводу удаленного трудоперевода. Это нигде в документах не прописано, и в фонде социального страхования, и в техническом задании, и в системе отчетности, такой службы, такого порядка нормативных актов не регламентированы, и многие председатели, многие регионы обращаются ко мне с просьбой принять соответственно нормативную базу с тем, чтобы услуги по переводу были регламентированы и заложены в качестве удаленного трудоперевода. естественно, это очень-очень вопрос стоит в этом плане. Что касается технической стресс-реабилитации, то слава богу, что как на глухие они получают смартфоны, и это недавно, буквально месяц назад постановлением правительства было принято решение в рамках частнической стресс-реабилитации к каждому глухому в рамках хипра выдавать смартфоны, а до этого они получали простейшие кнопочные телефоны, то не смогли общаться с тобой современными мессенджерами видеосвязи и как глухие, как они обычно общаются с тобой способом видеосвязи. Это единственный способ практически. Какие все проблемы надеялись это по вопросу информирования по телевидению те новости, которые в прямом эфире, обращение народу президента Российской Федерации Путина и других наших министров, и многие дебаты, которые происходят на телевидении, они недоступны, видимо, в том формате, которому для нас это нужно. То есть без переводчика, без субтитров, и мы в таком-то информационном вакууме, мы не знаем, что происходит, как нам реагировать, и откуда нам получать информацию. Во всем мире первое место государства обращается в помощь переводчика, да, и есть еще такая функция стенотайпа, это когда в реальном времени переводится, переобразуется ушная речь в письменную, но, к сожалению, в нашей стране стенотайпирование оно пока еще не продвинулось, и это только проект только начинается поживляться в нашей России. Я надеюсь, что резюме реального времени преобразована ушная речь в письменную, и оно будет внедряться не только на телевидении, но и в образовании в ближайшем будущем, потому что во всем мире это уже методы стенотайпирования, они уже есть, и тоже бы отметить, что те тоже те субтитры, которые делаются в Москве, и понятно, что субтитры на общероссийских телеканалах, которые делаются, они транслюются по всей России, но, к сожалению, местные операторы или местные провайдеры, они не приспособлены того, чтобы принимать эти сигналы и полностью найти те субтитры до потребителя, то есть, получается, глухой он не получает в полном объеме тех субтитров, которые делаются в Москве, они пропадают по дороге из Москвы, допустим, Новосибир, Дальний Восток, и это, как понимаете, очень много реанимационных обращений по этому поводу, а где фильмы субтитровые, поэтому мы лишены всех программ, которые субтитров субтитров. Тоже, кажется, банковское обслуживание, да, тоже есть проблемы, есть, тоже требуется устная речь, блокировка карт, или каких-то там блокировки карт, там требуется постоянно устное обращение посредством устного звонка оператору, банковскому сотруднику подбор блокировки карты, или блокировки карты, или переводят каких-то денег, и это тоже технология пока это тоже не обработано, не опробировано, я согласен с Поколе Анатолием Роком, который тоже сказал, банковской сфере не все средства обеспечены в полной мере. Вопрос еще образования, десинтонного образования очень роста стоит, и понятно, что образовательный процесс тоже с помощью переводчиков, и вот эти технологии, которые тоже не втремлены в систему образования, то есть многие студенты, многие школьники, они лишены образовательного процесса только потому, что они организованно удаленное десинтонное образование подсердствием с помощью переводчика или так далее, и это проблема, которую сейчас выявились в период пандемии, они выявились там и обращаемся ко всем государственным органам обратиться на это внимание. И хотелось бы, чтобы именно вот та ситуация, которую мы упали в через коронавирусом, помогла, это должна быть системная работа, это не только и в любом случае, это должно обращаться постоянно. и все. У меня наверное все. Спасибо. У меня вопрос. Я думаю, через переводчика. Мне интересно, сейчас очень много студентов учатся, все студентов не слышат, они сейчас учатся дома, удаленно. что можно делать, чтобы помочь им лучше учиться, чтобы было доступно все для них, вся информация. Что делать? Ну, просто нужно организовать с помощью переводчика, потому что там во многих образовательных трудделиях работают переводчики, и они естественно, ну, нужно просто организовать такой-то вебинар, как мы техно-то с вами проводим, да, и организовать такую-то систему сенсорного образования с помощью переводчика, педагогов, переводчик-студент. И такой вот педагог, переводчик-студент, они давно в непрерывном таком формате получат эти все знания. У меня, допустим, моя сестра, она тоже педагог, она преподает в институте, и она постоянно с утра до вечера по телефону консультирует, принимает экзамены в ушной форме по телефону, с утра до вечера. И в таком же формате, то есть в виде связи необходимо получать тему образования. А для этого, естественно, необходимы качества связи, необходимы технические устройства, которые должны быть и у студента, и у переводчика, и у образовательной организации. есть вопрос к вам от Сергея Разумова. Может, или сейчас ответить, или, может быть, потом пообщаетесь. Видите вопрос в чате? Там есть вопрос в чате, но он просто очень длинный, что они начали собирать группу экспертов для создания словаря жеста в области банкинга и финансов, который будет передан Центробанку. Просто интересно, они передали в ВОГ и не хватает экспертов из ВОГ. Видите чат? Или мы потом вот этот вопрос можем передать. Потом еще был вопрос по поводу Сурдофон. Некий из участников Максим услышал про разработку программы, которая бы позволила переводить речь в Сурдо перевод и обратно. Что это за программа? Очень много. У нас есть коммерческие организации, это как Турдофон, уважаемая большая организация, которая разрабатывает программное приложение, оно устанавливается на мобильное приложение, смартфоны, и впоследствии нажатие программного печенья любой глухой может вызвать переводчика и оказать ему какие-то услуги, переводку услуги в любой сфере, в магазине и так далее. Это приложение он он имеет перспективы, оно имеет место быть, и мы с Турдофоном и намерены в этом плане идти на радиоакция и идти дальше по внедрению такой технологии. В Америке такие технологии уже есть, вон, в каждом 6 компаний они уже хорошо внедряются и оказывают услуги посредством таких приложений. Естественно, там вопросы ставят консенсиальности информации, потому что надо вводить данные, вопросы, консенсиальности с самого ввода и вводчика. И очень много нюансов, конечно, анализируют у каждого революда по штуку соответствуют устройству, которым мог бы воспользоваться, но у каждого глухого есть современные смартфоны, естественно, во всей России охватывается качество связи, оставляя делать лучше. Естественно, у нас есть российские нюансы, которые препятствуют развитие такого удаленного доступа позволенных технологий, в том числе перевода. Я говорил, что есть обеспеченная основа, а есть еще и бюджетная основа, в рамках которого по федеральному фону социального страхования оказываются бесплатные услуги по условию переводу. и удаленный перевод тоже размазывает в том варианте, чтобы вступить в систему отчетности для того, чтобы в рамках бюджета глухой мог пользоваться дистанционным переводом. Это надо прорабатывать, надо менять нормативные акции, фонды социального страхования, технические задания, и тогда удаленный перевод узаконен, и он будет уже в рамках федерального бюджета глухи могут воспользоваться удаленным трудопереводом. Спасибо. Если другие слушатели, зрители, есть ли у вас еще вопросы? Есть ли вопросы к Станиславу? Вы можете писать, я сейчас тогда хочу передать слово. Мне кажется, я должна уйти как-то, может быть, пять человек одновременно. Сейчас пришел какой-то вопрос. У меня есть, мне присылали на WhatsApp вопрос такой, насколько стриминговые каналы, существующие в России, доступны для зрителей с нарушением зрения, ну и, может быть, слух тоже, я бы спросила. Например, Netflix. Конечно, после серии громких судебных дел полностью доступен, Netflix. Кто в России проводит аудит, два вопроса, давайте сначала по поводу цифрового телевидения. Что цифрового телевидения в России? Он доступен для людей незрячих или людей не слыших, но незрячих, или, не знаю, если тифры, комментарии какие-то, наверное, вопрос, а если не слыших, если есть субтитры, но может быть, просто для использования их сайтов, что вы можете сказать на эту тему? Ну, я думаю, скрытые тифры, на данный момент скрытые тифры организованы во сне общерартистских телеканалов, конечно, первый Мультиплекс, и буквально с 1 января этого года вступил идеальный закон о том, что любые телеканалы обязаны не менее 5% общего эфирного времени тифифровать свои телепрограммы. Это могут быть и эритекты, это могут быть и перевод, это могут быть и скрытые титры. То есть, начало положено, и я думаю, на многих программах, уже я видел на СТС, на РЕН-ТВ, на Пятнице уже появляются скрытые титры, которые очень радуют для нас большинства. Я вот подсталюсь на том, что вот отсутствует система преобразования, пусть, на рейте, в письменную. Мы, инвалиды, глухие, лишены вот этих всех прямых эфиров, всех прямых обращений в первые государства, они без перевода и без преобразования, а вот, на рейте, в письменную. И мы потом уже, потом на коленках многие переводчики переводят рейт Путина и потом на завтра уже рассылают всем глухим, что бы уже было все рассказано президентом Путиным. И это не должно быть, это защищание ситуации, психичные бедствия, это пандемия. Надо глухим, надо сейчас, в течение минуты получать информацию, правильно делать выводы, реагировать, а не потом, когда завтра, мы поймем, а что же было все рассказано. пока может быть изнутри или цунами, или пожар, пока мы услышим, уже и дом горит, и все убегут, а мы останемся. А что же произошло на самом деле? Конечно, да. И поэтому вот эти вот по всем мире, когда мы видим президента Соединенного Штата, президента европейских стран рядом с этим переводчиком, они переводят в прямую речь любые стружестяне ситуации. Это как бы обязаны делать и наши государства обратить на это острое внимание. И вот эта шкварь звонков негативный ко мне, почему нет этого перевода в наши главы государства, а не только главы государства. Очень много приходит дебатов на фон пандемии, и о чем не говорят врачи, о чем не говорят, о чем конравируют. И мы это лишены, к сожалению. Спасибо. И я надеюсь, что вот эта система стенотайпирования, которая развивается во всех странах, она справлена на телевидении, она в образовательных утрудениях, такая кериатура небольшая, и в режиме реального времени такой специалист, который быстрым набором текста преобразует устную речь в письменную. Это уже в разных странах это уже есть. У нас пока этого нет. Мы это, я помню, Станислав, мы это, по-моему, все видели впервые. Я просто помню, что мы это видели впервые, мне кажется, в России многие узнали об этом во время турии паралимпийских. Не слышно? Ой, сейчас, я сама себе. И переводчика не видно. Ты пропал? Наташа пропал, что ли? Не видно переводчика, да? Ну, короче, мне кажется, мы это видели впервые во время олимпийских или по олимпийских игр. Не слышно, да? Игорь, что случилось? Так, вот технологии, которые есть. Ну, Денис, мне вас слышно. Слышно? А, ну, хорошо. Слышно и видно, Станислава. Но что-то случилось. Не слышно или видно. Да. Просто мы, вот эта тема, мне кажется, поразила 5%, это очень мало. Я так поняла, что поскольку Станислав ничего не сказал по поводу телевидения, что, ну, телевидение, да, но у этих других платформ скорее всего нет, что не очень доступны. Вот и все. А что для людей? Если можно, я буквально пару слов бы сказал по поводу доступности вот видеосервисов, насколько мне известно, проект, ну, проект «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» заключала с одним из вот сервисов видеосриминговых «Мега-гоу» «Соглашение», в рамках которого те фильмы, которые появляются в, вот, на российском рынке с тифлокометарием, ну, занимают какое-то место в рамках вот этого сервиса. Мне кажется, это первый такой робкий, ну, важный шаг, да, и еще одна была инициатива, по-моему, того же особого взгляда, это по кабельному телевидению показывали французский, по-моему, мультфильм какой-то с тифлокоментарием, но вообще сейчас вот мультфильмов довольно много, в этом смысле тифлокоментируется, ну, как много, по названию много, я думаю, что в процентном отношении это еще меньше 5%, но вот широко вещать, широко такое распространенное вещание контента с тифлокоментарием, вот мне неизвестно о таком, скажем так, на уровне вот какого-нибудь, ну, на каком-нибудь систематической основе. К сожалению, ничего не могу сказать. Понятно, спасибо. Так, еще там был вопрос. Юлия, Елизавета, хочешь что-то добавить? Так, а тогда там конкретный, как в России проводят аудиции, проводят доступность из сайтов и приложения, это один, и еще вопрос был, это к Анатолию, какие ресурсы можете предложить, изучить, или что надо изучить для раскрытия вот этой темы? Смотрите, что касается темы доступности и какие ресурсы изучать, вот у меня есть стойкое ощущение, что проблема не в отсутствии ресурсов, потому что информации, посвященной вот обеспечиванию доступности в интернете, очень много. Ну, то есть, есть недостаток конкретных решений, и причем желательно, чтобы это были решения на русском языке. Но давайте тогда мы будем говорить не о том, как обучить разработчиков вот основам доступности, да, а о том, как научить разработчиков читать по-английски. И вот мне кажется, что и первая, и вторая задача отлично себе решаются. Взрослые люди, которые занимаются разработкой цифрового контента, приложений, которые пишут код, и это люди, которые не могут загуглить accessibility и конкретную платформу поставить и почитать, я в это просто не верю. не может быть столь низкой квалификации у разработчиков серьезных, ну, таких вот цифровых каналов. Такого не бывает. Эта проблема, как мне кажется, в другом в чем-то состоит. В том, что, ну, как минимум, у разработчика не сидит в голове пользователей, пользователей его продукта, которые не видят или которые не слышат. И вот это другая задача, и ее, конечно, надо решать другими способами. Ну, как правило, речь идет о том, что если нет спроса, то не это предложение. Если бизнес не приходит к разработчику со словами «мне нужен доступный сайт», или госорган не приходит к разработчику с этими словами, то зачем он будет этим заниматься? Для него это какая-то дополнительная непонятная, зачем нужная работа. Мы очень долго и активно пытаемся всем, напоминать о том, что включить доступность сразу изначально это гораздо быстрее, легче и дешевле, чем менять что-то потом, чем переделывать. И для разработчика сделать что-то доступным сразу это тоже достаточно просто. Просто у него нет такого запроса и, соответственно, они не понимают, а зачем? Зачем тратить время, силы на изучение поиска этих ресурсов, если никому это не нужно? Вот мы как раз сейчас своим мероприятием формируем такой запрос. Это первая мысль моя. А вторая моя мысль, что вот национальный стандарт, о котором мы сегодня говорим, его необходимо включать в техническое задание на разработку ресурсов, информационных ресурсов. То есть информационный ресурс, после того, как он будет запущен в эксплуатацию, должен соответствовать требованиям доступности, которые изложены в национальном стандарте. Это обязательно так должно быть. И если так будет, вот для этого стандарта подходит, то, соответственно, доступность будет постепенно повышаться. Да, совершенно согласна. Это большой кусок нашей работы во всем мире. Это, собственно, донести до тех, кто занимается закупками, что требование доступности должно быть среди других требований при осуществлении закупок. Если есть требования на тему безопасности и приватности, и сейчас это очень большая тема и в Европе, и в Штатах, и во всем мире, то там ровно на тех же правах должна быть и тема доступности. То, что вы закупаете, особенно если это госорганы, должно быть, обязано быть доступным. А для этого должен быть национальный стандарт, на который можно сослаться. Вот гост, это как раз тот самый ресурс, на который можно, было бы и нужно ссылаться. Нужно будет бы ссылаться. Нужно будет бы. Кстати, сейчас идет довольно, ну, по крайней мере, до января 2020 года шла довольно интенсивная такая полемика, обмен мнений между Банком России с одной стороны и, например, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о том, каким образом можно было бы включить, сделать требования соответствия требованием доступности, опять же, простите за тавтологию, ну, чтобы вот это требование доступности, они стали обязательными. И речь шла конкретно о том, чтобы доработать, изменить статью 15 Федерального закона номер 181 о социальной защите инвалидов, дополнить ее вот формулировками, которые очень сильно напоминают текст стандарта, вот, но, к сожалению, насколько вот мне известно, эта работа сейчас, конечно, ну, несколько затормозилась. А очень жаль, вот я прям, мы очень ждем дальнейших движений на эту тему. Кстати, здесь тоже спрашивает насчет, ой, нужно письмо со списком ссылок, где можно найти информацию по вопросам доступности для людей с ограниченными, ну, с инвалидностью. есть вопрос тоже по поводу, как, какие программы можете посоветовать для работы с компьютером шрифта увеличивая или на глаза болят, также есть посоветую, как перевести тексты, текстовые книги в аудио. Смотрите, ну, есть такой класс программных продуктов, да, то есть класс приложений, которые предназначены специально вот для тех целей, о которых мы сегодня говорим. Программы экранного доступа это такие программы, которые позволяют слепым людям использовать персональный компьютер и смартфон. Есть программы увеличения экрана, это специальные программы, которые позволяют слабовидящим людям увеличивать ту или иную область экрана, сделать более заметными указатели мыши, исключить из того спектра цветового, который отображается на дисплее, цвета, которые не воспринимаются или плохо воспринимаются глазом и так дальше. Причем значительная часть этого функционала специального, она встроена в операционные системы уже по умолчанию. Есть сторонние приложения, есть встроенные в операционную систему. Достаточно просто взять, условно, погуглить, сбить в Яндексе, как увеличить шрифт на компьютере. Еще лучше, если вы укажете там операционную систему Windows, iOS или какая-то другая, извините, Windows, macOS или какая-то другая система. И вам будут, вот я уверен, что в первой десятке результатов поиска вам выдадутся вот эти все страницы, почитайте и, соответственно, сделайте выводы, поберегите собственное зрение. Ну и собственный слух тоже, и собственное, что там еще у нас есть, что есть, целесообразно беречь. Ну, сейчас, кстати, еще вот мы сейчас будем завершать, но есть тема, еще такая тема относится к людям, которые имеют тяжелые или множественные нарушения, нарушения развития. Насколько я поняла, что мы знаем, что есть вот формат простыми словами, вот наша организация, но в полночь и друзья, мы занимаемся этим, но мы это делаем, ну, просто мы берем текст, мы его переводим в формат простыми словами и потом обращаемся к молодым людям с повышением развития, которые потом проверяют вот этот текст, это обратный связь, и потом текст готов. Но как быть, знаете ли вы, какие-то еще возможности, не за цифровые возможности для того, чтобы облегчить чтение, улучшить или за доступ именно для людей, которые имеют внушенные нарушения или нарушения развития. Можете что-то сказать на эту тему? Давайте, может быть, я начну коротко. Есть даже среди тех продуктов, которые мы с вами используем каждый день, есть продукты, в которых есть, как всем известно, функции доступности. И я в первую очередь говорю об офисном пакете Microsoft, и в нем есть много всяких функций доступности, которые можно включать-выключать, а некоторые просто интегрированы и действуют изначально, не требуют каких-то там дополнительных телодвижений, но в частности там есть функции, которые позволяют улучшить чтение или читабельность текстов, для тех, у кого трудности в обучении любого, по любой причине. Это все интегрировано даже в базовые продукты. И это мы еще не говорим о каких-то специальных ассистивных технологиях, дополнительных вариантах, дополнительных форматов. Так что есть варианты такие. Все это, как правильно говорит Анатолий, все это можно найти, к счастью, но единственное ограничение, что довольно часто такого рода информация доступна на английском языке. Большой объем информации доступен на английском языке. Но большие компании, опять же, Анатолий, отвечая на один из вопросов, сказал, что у больших компаний есть разделы, посвященные доступности, accessibility. и, как правило, там довольно подробно рассказано, что именно, какой функционал есть, как им пользоваться, в каких случаях. Так что очень рекомендовала бы тоже с этим ознакомиться. Так, я хочу сейчас последние, допустим, две минуты, чтобы каждый из наших выступающих сказала два слова, как, но есть какие-то последние такие рекомендации, как быть, коротко, в этой ситуации людям с инвалидностью, чтобы у них контент был более доступным. Как быть? Так, Юля, на чем с тебя? Как людям с инвалидностью быть, чтобы у них было доступно? Ну, можно и тем, кто слушает, как сделать контент доступный тоже. Как быть в этой ситуации людям? Ну, в первую очередь познакомиться с теми стандартами, которые уже существуют, и понять, что такое доступность для людей с разными формами инвалидности. Я в первую очередь как раз обращаюсь скорее к тем, кто предоставляет услуги и продукты. Потому что, поняв, что, чего не хватает, в каких аспектах те самые продукты и услуги недоступны, хотя бы можно уже делать следующие шаги. Можно уже понять, что нужно сделать, какие действия предпринять в первую очередь, чтобы улучшить доступность контента. что делать людям с инвалидностью самим? Ну, хотелось бы, безусловно, большей, ну, общественной, что ли, активности, потому что, ну, здесь в сребчате было одно из предложений, что хорошо бы включить ссылку на стандарт в закон. Но это практически невозможно, во всяком случае, в ближайшей перспективе. очень важна здесь активность общественных организаций, которые представляют людей с инвалидностью. Во многих странах именно они являются движущей силой, и именно благодаря им появляется законодательство, появляются стандарты и внедряются эти стандарты. Так что здесь кое-что все-таки в руках людей с инвалидностью тоже есть, но, к сожалению, не завтра вряд ли они сами что-то смогут улучшить, а вот компании предоставляют услуги, продукты, делают веб-сайты, вот они могут начать уже завтра. Сегодня могут. Спасибо. Станислав? Я очень надеюсь, что вот эта ситуация, связанная с коронавирусом, она подтолкнет всех наших государств, наших чиновников к решению тех проблем, которые мы давно поднимаем и стучим за дверь. Но сейчас не как остро надеюсь, поняли, насколько острая свои проблемы вот и информированные развитие системы и процента, дошенного исхода и многих изменений, нормативные базы, которые потребуют внести с учетом всех рекондаций, которые мы толкнулись именно в период сандемии. И я надеюсь, что они уже на этой неделе обращались с нами, что нужно, что делать, и они подтюсивали, эта ситуация очень-очень, это вопрос не только качества жизни, это вопрос просто жизни людей, нехитить, просто жизни, потому что это вопрос жизни, это вопрос каждого члена, каждого глухого, потому что действительно ситуация, но очень сложная, в которую мы так попали. надеюсь, это как-то вот отполкнет нашу ситуацию, что у них есть проблемы. Я очень помню, я имел счастье видеть на этой площадке с Анатолием, но я еще с Юлией, наверное, мы вместе не будем треять связи, мы будем как-то в работном режиме общаться, они будут эксперты высокого класса в рамках технологии, цифровой технологии, я надеюсь, что мы вместе найдем общепонимание, они тоже помогут нам для какой категории людей, как глухие, помогут именно в цифровых технологиях продвинуться, делать прорыв с тем, чтобы нам вместе с вами было как-то в единой лодке, мы шли вместе с вами и решили все эти проблемы. Спасибо. Спасибо. Так, Анатолия. У меня один, наверное, посыл будет к людям с инвалидностью, к которым я себя отношу, и может быть один к людям без инвалидности, посыл к людям с инвалидностью, я вот все, что происходит в этой жизни, в вашей личной жизни, в нашей жизни, зависит от нас. От нас зависит, освоим мы современные технологии или не освоим, научимся мы использовать программу экранного доступа, освоим ли мы это все или не освоим, это от нас зависит, пойдем ли мы трудоустраиваться, или мы будем лежать на диване и в подушку рыдать о том, как мир несправедлив и что приложения те или иные недоступны и тешить себя совершенно ненужной и лживой мыслью о том, что вот если бы все было доступно, вот тогда бы я развернулся. Нет. Или вы сейчас выходите на улицу, трудоустраиваетесь на работу, осваиваете все это дело, или вы умираете, так и не прожив в той жизни, которую могли бы прожить. Другого выбора у нас нет. Нет у нас другой жизни в запасе, ее не будет. Что касается людей без инвалидности, вот тех самых компаний, значит, моя мысль ключевая стоит в том, что люди с инвалидностью это ресурс, это довольно ценный источник денег, источник навыков, это мы можем стать очень весомой и значимой частью любой профессиональной компании. И задача, я бы призвал вот людей без инвалидности компании рискнуть. Попробуйте, если вы понимаете, что не получается у вас нанять человека с инвалидностью, не получается у вас сделать доступным, ну тогда сделайте замах поменьше, идите планомерно к этому, не надо весь бюджет свой грохать на какую-то конкретную технологию, выделите столько денег на повышение доступности, сколько можете и планомерно предпринимайте эти усилия. спасибо, Анатолия. Очень жесткие слова по отношению к людям с инвалидностью. Но в любом случае мы сейчас понимаем, настолько важно. Мы сейчас обсуждаем, как важно делать доступность. Мы просто оказались, тем более сейчас в этой ситуации, где он двойное важно доступность, именно цифровая доступность. но мы все равно и то, что это исключает, когда ее нету, это просто исключает огромное количество людей, которые есть этот большой потенциал, о котором сейчас я и Анатолий говорил. Просто все, их нету, мы их исключаем из жизни. И поэтому безумно важно. И это мы исключаем как потенциальные клиентов, покупатели. Но и мы по идее это, конечно, двухсторонный процесс важный, что мы и общество, и наши организации людей с аваридностью, и общество, и бизнес, и все, мы должны идти навстречу, потому что иначе вот этот огромный сколько там миллион человек с аваридностью в России, сколько 14 миллион, мы просто все, их нету, они не участвуют. Мы сейчас тоже столкнулись с тем, что есть проблема и с цифровым контентом, есть проблема в том, что у людей и нету даже планчета. Поэтому это тоже один из вопросов, когда говорил Станислав о том, что сейчас выдается людям телефон, смартфон, это уже, я так понимаю, большой успех, что сейчас есть такая возможность получить, я не знаю, наверное, и незрячим людям, но если речь идет о людях, которые имеют нарушение развития, по-моему, такого точно нету возможности, и это важно, и всем нужно, учебу, учиться, этому все использовать, потом вообще учеба. Короче, я думаю, что мы увидели, что это безумно важная тема, к сожалению, пока очень мало доступность контента для людей с инвалидностью, 5% это вообще ничто, и хотя, слава Богу, что все меняется к лучшему, все равно очень много осталось делать. Спасибо огромное всем вам, что вы участвовали нашим замечательным экспертам, что вы участвовали в своей рассказе. И спасибо всем слушателям. Пишите, если у вас какие-то идеи, как нам собрать, может быть, думаю, сейчас ссылки какие-то мы будем вам высылать, возьмем тоже наших экспертов, презентации, которые есть у Юли, тоже поделимся с вами. Спасибо огромное, тогда до новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. До свидания.